Добрый день, Анна. Меня зовут Буйновская Наталья. Я представляю на конкурсе проект «Это Ярославль Деткам». Этот проект показывает изнаночную сторону профессии, то есть мы едем в настоящую пожарную часть, в настоящий аэродром, в ветеринарную клинику, смотрим, как животным делают УЗИ, до мельчайших подробностей дети смогут увидеть все профессии, хотят ли они в дальнейшем этим заниматься. Приезжаем интерес, чтобы у нас не выросло поколение блогеров, чтобы дети знали, что есть еще и пожарные, и летчики, и много других интересных профессий, которые, соответственно, приносят пользу обществу. Детки от трех лет. От трех лет обязательно с родителями, то есть в сопровождении одного из родителей, либо полные семьи приезжают, мама, папа, ребенок, то есть очень часто, практически 80% приезжают полные семьи. Цель глобальных таких – это перевести проект в онлайн. То есть это достаточно сложно и выглядит как-то не очень понятно, да, то есть детям нужно видеть и слышать, но на самом деле хочется сделать что-то достаточно долговременное, чтобы это была не одна экскурсия, а именно какой-то курс, да, то есть чтобы ребенок, даже если он в 4-5-6 лет интересуется работой ветеринарного врача, пусть он онлайн будет, да, занятия проходить, но ветеринарный врач ему будет рассказывать на его языке, ну, да, адаптированном для детей, как вот это вот все происходит и какие-то моменты показывать, ну, записи, соответственно, либо в прямом эфире, либо в записи, то есть, соответственно, как-то так, чтобы это было без личного присутствия. То есть ты считаешь, это реально привести проект в Санкт-Петербург? Государство, ну, на самом деле я очень благодарна Захару Кармалите, то есть с его помощью. Пожарная часть у нас открылась для экскурсий, он очень поспособствовал, да, как от лица молодежной политики, то есть, соответственно, вот такая помощь, ну, я считаю, что это много, то есть хотелось бы, конечно, какой-то и материальной поддержки, да, и именно возможность куда-то вот ходить в какие-то места, потому что большинство мест, то есть, куда можно, да, ходить с детьми, они, в принципе, не против, но именно боятся ответственности, то есть, что может что-то произойти, потому что дети маленькие, да, и они готовы, ну, минимум на школьников, там, от 16, там, 15 лет, вот такое, а у нас именно целевая аудитория маленькая, ну, вот семьи, то есть, это не школы, то есть, есть мысли также и расширяться, да, на школы, то есть, какие-то уже профориентации на заводы там ходить, да, на какие-то крупные, да, как вариант, ну, либо вот именно работать с маленькими и, ну, доступ на какие-то еще предприятия интересные. Спасибо. 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 Спасибо.